Добрый вечер! Рад вас приветствовать здесь, в гостеприимном доме Клеханова. И моя тема – «Брестский метод предательства рабочего класса». Я прекрасно понимаю, что она звучит очень провокационно. Но, тем не менее, я ставил задачи не обличать, не приглаждать к столбу Ленина и большевиков, а разобрать это, в том числе, с позицией самих же революционеров, с точки зрения революционного права сознания, как они могли бы оценивать такие события, исходя из их собственной внутренней логики. Ну и плюс к тому разобрать также ситуацию и те события, в которых происходило все это, на фоне которых происходило заключение «Брестского мира» и последствия, которые это повлекло для страны, даже не это самое главное, а именно для рабочего класса, потому что именно он был объявлен напорой советской власти. Вот как бы в этой логике. Я хочу сразу, кстати, предупредить вас, я не профессиональный историк, поэтому я сразу авансом принимаю все упреки вне профессиональности, вне компетентности и так далее. Я буду рад, если услышу от вас поправки, уточнения, замечания и справедливую критику. За это я вас заранее благодарю. Содержание моего доклада, значит, вот основные четыре части. Последствия Брестского мира. Первая. Вторая. Рабочий класс и его отношение к Бресту, к Брестскому миру, то бишь борьба рабочих против Бреста и советской власти, третий пункт. И четвертый. Почему предательство и еще предательство. Кого? Добавят, конечно. Я в разной степени, с разной подробностью буду в каждом из этих пунктов останавливаться, потому что для цели моего доклада, и мне самому кажется, что они имеют разный вес, скажем так, очень быстро ситуация на фронте, как она выглядела в январе 1918 года, имелось по крайней мере семь боеспособных единиц на русском фронте, вбзо до уровня фронтовых единиц, то есть румынская армия в частности, которые были боеспособны, боеспособность которых не прекратилась с заключением Брестского мира, и они сохранялись как боевые единицы и сражались, помимо и без большевиков с немцами. Значит, в общей сложности вот эти, я очень быстро перечислю, армянские и грузинские корпуса на Турецком фронте, румынская армия на Южном фронте, чехословацкий корпус на Украине, польский корпус в Белоруссии, латышские стрелки в Прибалтике и в Белоруссии, и, наконец, Балтийский флот в Балтийском море. Все вместе они насчитывали где-то 400-450 тысяч человек в общей сложности. Помимо того, в феврале, когда началось немецкое наступление, советская власть успела сформировать, не только сформировать, но и отправить на фронты, свыше 100 тысяч человек, когда, прошу прощения, красноармейцы, революционных матросов, солдат, красных рабочих. То есть в общей сложности больше полумиллиона это дает. По каждому из этих пунктов можно разбираться подробно, но меня сейчас интересует другое. Все они были готовы и доказали на деле, что могут сражаться против центральных держав, против Германии, Австралии, и Турции. И нужна была только политическая воля для того, чтобы их усилить, помочь им. Может быть, даже параллельно с демобилизуемой армией с разваливающейся. Почему нет? Но такой политической воли не было. И был заключен Брестский мир, который, собственно, каковы его последствия, основные, для России. Потеря больше, чем миллиона квадратных километров. Ну, хорошо. Треть населения, это 50 миллионов человек. Половина всех промышленных предприятий, две трети рабочего класса, на которых работают. То есть две трети всех рабочих, которые участвовали в революции 1917 года, попали теперь под оккупацию, благодаря Брестскому миру. Три четверти железной руды находилась на оккупированных территориях и 90% залежей каменного луни. Но это не просто была потеря России, этих территорий и ресурсов. Это все попало странам центральных держав, четверного блока. Это их, конечно же, усилило. И они, тут же началось наступление на Западном фронте, практически через, меньше, чем через три недели после подписания этого мира. И за пару дней до ратификации немцами, немцы начали наступление во Франции, перебросив туда с Восточного фронта полмиллиона солдат. Они резко ослабили сырьевой и продовольственный кризис, который был тогда в Германии, Австро-Венгрии, и смогли на 4-5 месяцев продолжить активность на Западном, Южном и Итальянском фронтах. А на это до Брестского мира у них не было сил, сколько что говорят. Тут они эти силы получили. Таким образом, мировая война с новой силой была продолжена, и сторона, которая все равно потерпела поражение, она получила гигантскую поддержку, подкрепление для своих армий и своей экономики. Дальше. Но мировая война распространилась на всю Россию. Мы-то привыкли все время изолированно смотреть, что вот гражданская война против советской власти, вот там злодеи Антанта, вот там те воссталия, те мятежники. Подождите. Все силы, все основные участники этой гражданской войны так или иначе позиционировали себя по отношению к Брестскому миру. Почти все противники большевиков, крупных противников, я там монархистов, там мелочь всякую не беру, значит, за исключением Танской области, которая оказалась частично оккупирована немцами, и Грузинской демократической республики, которая точно так же была под угрозой турецкой оккупации и спасаясь, стала протекторатом Германии, все противники остальные большевиков разрывали Брестский мир. Это все водораздел проходил именно по линии за Брест или против Бреста. Именно поэтому нет никаких оснований рассматривать гражданскую войну изолированно от мировой. Далее. Демобилизация промышленности в России произошла в результате этого мира. Что это такое? Это массовое закрытие военных предприятий или радикальное сокращение производства, нацеленного на войну, то есть военной продукции. Это привело к сокращению рабочего класса в России, занятых рабочих, почти в два раза, а в Петрограде в три с лишним раза. То есть количество безработных превысило, в Петрограде, например, количество занятых рабочих. И надо сказать, что никогда ни до, ни после не было в Петрограде такого, чтобы за несколько месяцев такие огромные массы людей были выброшены на улицы, и рабочий класс получил бы такой тяжелейший удар. Это сопровождалось также катастрофическим падением уровня жизни рабочего класса. Здесь можно сказать, что по сравнению с предвоенным реальный заработок рабочего составлял 16,6%, а по сравнению с 2017 годом меньше, чем 20%. Теперь мы заговорили о рабочих. Давайте посмотрим, тоже так очень приближенно, это все можно уточнять дальше, как, собственно, Ленин видел, кого видел он опорой советской власти, диктатуры пролетариата, какой именно класс и какую часть класса. Вот я привел здесь только три цитаты, их, конечно, гораздо больше. Значит, первая из статьи «Великий Почин» 19-го года, диктатура пролетариата означает вот что. Только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за свержение иго-капитала в ходе самого свержения, в борьбе за удержание и укрепление победы в деле созидания нового социалистического общественного строя. Итак, городские, фабрично-заводские промышленные рабочие. В письме к товарищу о наших организационных задачах Ленин писал, что главная сила движения, имеется в виду революционное социал-демократическое движение, в организованности рабочих на крупных заводах. И в конце цитаты он делает вывод «Каждый завод должен быть нашей крепостью». В других местах, когда он писал исследования по стачкам, у него несколько статей, посвященные статистике забастовок в Царской России, он отмечает там, что не только крупные заводы, но еще и крупные города. Это является ядро рабочего класса. И, наконец, очень важное дополнение, которое находится тоже в статье «Великий Почин» и еще в революционных статьях он это отмечал, что настоящий рабочий для него, кадровый рабочий, это тот производственный стаж, которого составляет не менее 10 лет. Вот, если посмотреть такими глазами на численность и состав изменения положения рабочих в Петрограде, на примере Петрограда я беру не всей России, посмотрим, что получается. Значит, вот динамика численности рабочих Петроградов. 908-й год – 158 тысяч. Это вот левая, самая маленькая, значит, столбик. Дальше, 2014-й год – 242 тысячи. 2017-й год – 392 тысячи. То есть, вот 17-й год – это 10 лет производственный стаж по сравнению с 1908-м годом, да? Вот за эти 10 лет рабочий класс в Петрограде вырос больше, чем в два раза. В два с половиной раза. Что, откуда брались эти рабочие за эти 10 лет? Не было же рабочих. Это крестьяне. Это различные его побужуазные слои. Это те самые ненастоящие рабочие по Ленину. Это то самое не ядро рабочего класса. Почему? Потому что они еще не привязаны к заводу полностью. Ленин об этом писал. Потому что для них заводский заработок является еще не единственным или не самым главным источником дохода. И Ленин об этом тоже писал. И у них не сформировалась чисто пролетарская психология с привычкой к коллективному протесту, коллективному действию. И Ленин тоже об этом писал. Что же произошло с ядром? Да, в 2018 год, это последний правый столбик. Здесь он на самом деле самый маленький. 114 тысяч человек. Это осенью 2018 года. Вот то, что осталось от рабочего класса. Осенью 2017 года 392 тысячи. Осенью 2018 года 114 тысячи. Значит, это цикл из истории рабочих Ленинграда. Двухтомик, 1972 года издания. Какие изменения произошли в составе настроениях фабрично-заводских рабочих в Петрограде? Я буду использовать вот это сокращение. В фазе фабрично-заводские рабочие я имею в виду здесь именно то самое ленинское ядро, о котором он писал. Значит, в годы мировой войны мы наблюдаем огромный рост промышленности, падение доли ленинских вот этих фабрично-заводских рабочих, естественно, и утопление их в мелкобуржуазных слоях, что тоже совершенно очевидно и доказывается статистикой. Какие мы видим параллельные процессы? Это революционизирование петроградских рабочих, а в 2017 году их большевизация и требования мира. Прекращение войны. Конечно, мелкобуржуазное наполнение. Что происходит в 2018 году? Массовое сокращение производства в разы. Массовая безработица. Реальная зарплата падает в 4,5 раза. И восстановление доли ленинского вот этого ядра с 16 до 50%. То есть, опытные рабочие со стажем не менее 10 лет, это половина всего, это чрезвычайно высокая степень. Значит, что я здесь должен сказать? Дело в том, что вот эти массовые сокращения администрация предприятий, и это совпадало с экономической политикой советской власти, проводила осознанно увольняя чернорабочих, тех, кто имеет дополнительные доходы, то есть, там, ну, там, из семьи торговцев увольняем. Молодой человек, еще и родители могут кормить увольняем. Из деревни, езжай в деревню кормить. И оставали, специально они оставляли, самых опытных, самых привязанных к заводам, профессиональных рабочих, кадровых рабочих. Вот в конце 18-го, в начале 19-го года в Питере было проведено обследование, был очень серьезный коллектив статистиков, которые занимались рабочим вопросом под руководством Семилияна, будущего академика, а тогда меньшевика. Значит, они провели очередное исследование металлистов, текстильщиков, табачников, и выяснили их средний стаж, вот этих оставшихся рабочих. Так вот, представьте себе, средний стаж металлистов 16,5 лет. Это средний стаж. Средний стаж текстильщиков 17 лет. То есть, получается, что основная их масса, это то самое ленинское ядро. Табачники около 7 лет. Да, гораздо меньше, но вот привожу. Значит, в феврале 19-го года состоялась конференция фабрично-заводских комитетов Союза рабочих металлистов Петрограда. И, собственно, вот одна из цитат доклада отчетного. «Все имевшие возможность уехать из Питера в деревню, имеется в виду безработные рабочие, уже уехали». В Петрограде остался истинный пролетариат. Вот это важно понимать. Что не только эти процессы прошли, и, собственно, нет особой сложности доказывать их содержание, этих процессов с рабочими. Но важно понимать еще и то, что те, что современники это понимали, и большевики это понимали. Так вот, эти процессы, которые произошли в 18-м году, а буквально катастрофического совершенно характера для рабочего класса, сопровождались ростом оборонческих настроений и антибольшевистского протеста. Итак, в 17-м году полное заливание мелкобуржуазными массами рабочего класса и большевизация и требования мира. В 18-м году обратные процессы, оборонческие антибольшевистские протесты. Теперь, как же мы можем... Давайте посмотрим, собственно, в начале 18-го года рабочие, которые были организованы в разные партии и организации, значит, имели профессиональные, как они относились к БСКОММИРу. Это мое собственное исследование. Я здесь сделал из разных источников, значит, сводные всякие единицы. Вот. Если нужно будет, из этих источников я буду вам называть конкретно. Значит, профсоюзы. 40% всех членов профсоюзов я только рабочие профсоюзы взял. Которые нас интересуют, фабрично-заводские рабочие и крупнейшие профорганизации, то есть Петроградский совет профсоюзов в крупнейшей в стране, Украинский съезд профсоюзов выступили против Бреста. 40%. Я вам скажу, что это те самые 40% численности 17-го года. То есть это члены профсоюзов, большинство которых по-прежнему, даже безработными люди, они оставались в профсоюзах. Поэтому, если мы очистим от безработных, например, вот эту составляющую, то она окажется не 40%, а 80%. Но это моя оценка. Рабочая кооперация. Существовал уже Всероссийский совет рабочей кооперации. Они провели съезд, на котором приняли почти единогласно протест против Брестского мира. Советы рабочих депутатов. В феврале-марте 18-го года в советских газетах проводилось, значит, ЦИК проводил опрос, ЦИК – это Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих салатских крестьянских депутатов. Он проводил опросы по отношению сабдипов к Брестскому миру или к революционной войне, к революционному оборонничеству. Оказалось, что большинство сабдипов, особенно в губернских центрах, имеется в виду городские советы, городские, оказалось против Брестского мира. Партия левых эсеров, ну, это общеизвестно, они вообще в подавляющем большинстве выступали против Брестского мира. Почему я их здесь использовал? Традиционно считается, что, ну, это крестьянская партия. Извините, в Петрограде, петроградская организация левых эсеров, в ней насчитывалось 40 тысяч рабочих. Для сравнения, в то же время, в октябре 1917-го года, в Петрограде у большевиков было 45 тысяч рабочих. То есть они очень, ну, сопоставили. И, наконец, большевики. 60% всех партийных организаций, включая крупнейшие из них, а также высшие органы, то есть центральный комитет в первую очередь, были, в большинстве своем, были против Брестского мира. Начиная от центрального комитета, дальше Московское областное бюро, которое объединяло 14 центральных губерний, дальше Петроградский комитет, Петербургский тогда он назывался, Уральская конференция партийная, четвертая, Поволжские, все губернские центры, выступали против Брестского мира, дальше Донецкая, Криворожская республика, большевики ее выступили тоже против, и Харковская партийная организация, одна из двух крупнейших на Украине, как и Екатерина Сварского. 60% это мой подсчет по тем цифрам, которые приведены в двух энциклопедиях, гражданская война и военная интервенция Советской России 83-го года, зеленый тон, такой здоровый, и Великооктябрьская стилистическая революция 87-го года, то есть это советские здания, тоже красный такой большой тон. Значит, общая динамика заключалась в следующем, повсеместный рост антибрестовских настроений. Вот во всех организациях, которые так или иначе, были связаны с рабочим классом. Ну при этом вот такая маленькая иллюстрация, как Ленин относился к формальному большинству такому. Вот его цитата из статьи «Большевики должны взять власть». Это относилось к вопросу о Октябрьском перевороте. Он писал, ждать формального, в кавычках, для него, большинства у большевиков наивно, ни одна революция этого не ждет. Он, конечно, поступал как революционер. Ему эти буржуазные формальности были не нужны. Теперь посмотрим, как же они протестовали-то, рабочие. Вот они позицию свою выявили. Они против Бреста. Но мир был заключен. Как мы можем, собственно, посмотреть отношение рабочих к советской власти, к ее внутренней и внешней политике, которая вся завязана на Бресте после марта 18-го года. Она вся была завязана и вытекала из последствий этого Брестского мира. Вот я взял, значит, есть такой справочник, наемный групп в России и на Западе, в 13-м и 25-м годах. Издание 26-го года. В первой части там все посвящено России. Один из очень немногих источников, где официально приводится кое-какая статистика по забастовочному движению в раннем СССР. Значит, 18-й год. С октября по декабрь, там отмечено по Петроградской губернии, 16 200 забастовщиков. Должен сказать, там это отмечено как целый год. Но я разбирался в этой теме достаточно давно, и я знаю прекрасно, что статистическая отчетность по забастовочному движению начали в Петрограде собирать раньше, чем в других местностях. Там вот в этом справочнике, давно только по Питеру и по Твери, значит, больше ничего нет, с 1 октября 18-го года. То есть только тогда начали собирать. Здесь они привели это за весь год, но я прекрасно знаю, что это только три последних месяца. Я сравнил там, где есть хорошая статистика по другим годам, это 22-й, 23-й, 24-й год. Это общероссийские цифры по забастовкам за эти последние три года. И у меня есть за эти три года общие цифры забастовщиков за год. Что получается? Что в эти три последних месяца от 9 до 12 процентов всех забастовщиков приходится от общегоодового баланса. Если мы этот общегоодовой баланс перенесем на 18-й год, посмотрим, как же можно оценить, сколько всего в том году бы ставало рабочих петроградей. Значит, от 135 до 180 тысяч человек. Я напоминаю вам, что в 18-м году численность рабочих упала до 114 тысяч человек. То есть получается, что расчетная доля бастующих рабочих в Петрограде к общему числу рабочих в 18-м году колеблется от 120 до 160 процентов. Насколько этим цифрам, вот этому выводу, этой оценке можно доверять? Я вам скажу, например, что 2 июля 18-го года в Петрограде и в ряде других городов состоялась всеобщая политическая стачка протестов. Ее требование было уходиться в наркома от власти, разрыв Брестского мира и так далее, и так далее, восстанавливающего этого собрания и так далее. В ней участвовало до 40 тысяч человек. Это в одной забастовке в один день, в одном городе, Петрограде. На мой взгляд, итоговым цифрам вот этим вполне можно доверять. Ой, прошу прощения. Ну, там было экономическое. В основном это экономические забастовки. Что касается крупных выступлений, то они носили политический характер. И вот здесь я привожу таблицу, карту единственную. Я ее сам составил. Зелеными кружочками бедны центры движения рабочих уполномоченных. То есть, были антисоветские и внепартийные такие организации у рабочих, которые также не были связаны с советами рабочих депутатов, они называли чрезвычайные собрания уполномоченных от фабрики заводов или рабочие конференции, постоянно действующие. Вот это города, на которые распространяется деятельность этих самых движений уполномоченных. Причем видно, что вот граница, вот эта красная линия, это минимальное, максимальное продвижение не большевистских различных сил в 18-м году. И некоторые вот эти зеленые кружочки, они выпадают за советскую зону, но возникли эти рабочие конференции в советский период, там. И некоторые из них даже при немцах и при белых продолжали действовать. Точнее, не при белых, а при народной армии. Это еще не белые, а какие были. Значит, это был, пожалуйста, разно политического антисоветского движения самостоятельного рабочих, которые имели свою политическую программу и одним из требований которых являлся обязательный разрыв Брестского мира. Вот пример по рабочим металлистам. А Ленин как раз и говорил тоже неоднократно, что именно металлисты – это авангард рабочего класса. Именно они являются опорой советской власти. И крупнейшие заводы в крупных городах. А вот, я взял 20 заводов. Значит, число рабочих вот здесь справа, с самого правого дата оценки, здесь численность на заводах, на некоторых есть полторы тысячи, две тысячи человек, но на большинстве от пяти и выше до тридцати тысяч человек на каждом заводе. Здесь средняя, значит, столбик средний, где крестики стоят, это вот участие в политическом антисоветском рабочем движении. Но помимо этого, я просто пробегусь по этим заводам, что на них было, кроме этого. Брянский завод в Бежице, 17 тысяч рабочих, многочисленные забастовки. Воткинский завод, 6 тысяч рабочих, Ижевско-Воткинское рабочее восстание. Златоустовский завод, 18 тысяч 800 рабочих, массовые забастовки политические после разгона Совета рабочих депутатов, а также восстание 27 июля 2018 года, которое в советской историографии называется «Златоустовская катастрофа». Ижевский завод, почти 27 тысяч рабочих. Восстание. Ижевский завод, 8 тысяч, у нас здесь под Питером, политические забастовки и беспорядки. Коломенский завод, политические забастовки, 18 тысяч рабочих. Пусинский завод, полторы тысячи рабочих, Урал, восстание. Невский судостроительный завод, 6 тысяч рабочих, политические забастовки. Невьянский завод, Урал, 4 тысячи рабочих, восстание. Обуховский завод, Петроград, повстанческие настроения, они готовили восстание, у нас здесь в Питере, 11 тысяч рабочих, массовые политические забастовки и один из первых в Советской России локаут, то есть массовых увольнений рабочих, когда их выбросили просто и в течение двух недель осуществляли новый набор рабочих в надежде, что это будет не антисоветский состав, но большевики просчитались. Путиловский завод Путиловский завод Форпост революции, что это такое? С декабря месяца 17-го года частичные заводы в цехах с мая месяца политические частичные забастовки в цехах, участие в забастовке во всеобщей политической стачке протеста 2-го июля, создание единой рабочей партии отдельной от большевиков и от меньшевиков по главе с Глебом Путиловским которая имела двух депутатов в Петросовете дальше забастовка в августе экономическая и наконец в марте 19-го чуть выхожу за рамки, но просто нельзя это не сказать Путиловский завод стал ядром массовой политической забастовки антисоветской, антибольшевистской в марте 19-го года есть статья, которая дает подробный статистический анализ заводов, которые участвовали в этой забастовке и хронологию она опубликована еще в 19-м году в одном из статистических сборников, изданных в Петрограде завторством Яковлевым не знаю как имя, К. Яковлевым Самарский трубочный завод политические забастовки Савкинский завод Урал Восстание, Ситровецкий завод политические забастовки и беспорядки Семеншупер завод в Петрограде политические забастовки Солновский завод под Нижним Новгородом 20 тысяч рабочих политические забастовки в июле месяца делегация в Самару Камучу с просьбой о скорейшем занятии освобождения от большевиков Нижнего Новгорода и это можно было бы сказать, что ну и он, да, какая-то группа рабочих пришла но дело в том, что рабочие Нижнего Новгорода и в первую очередь Солновского завода были мобилизованы осенью 18-го года из них была создана 10-я Нижегородская стрелковая дивизия рабочим обещали, что их семьи будут обеспечены продовольствием и отправили на фонд против Краснова когда рабочие выяснили, что они обмануты в массовом порядке дивизия вместе со знаменами вместе с обвозом вместе с орудиями перешла на сторону Краснова об этом написано в донесении главного Красной Армии в Ацетиса в декабре 18-го года 10 тысяч человек тульские оружейные и тульские патронные заводы в общей сложности 45 тысяч рабочих постоянная политическая оппозиция советская власть там обманом была установлена в декабре 17-го года в облике настроению всей секции всего Совета рабочих депутатов за счет солдатского большинства и постоянные политические забастовки Харьковский паровозостроительный завод рабочая конференция постоянные политические забастовки в 19-м году в июне антибольшевистское восстание с разгромом ЧК это тоже будет вышел немножко за рамки это я вам к тому как же себя на самом деле вел авангард рабочего класса тот самый авангард, который Ленин считал своей оборой ну и последняя иллюстрация тоже моя карта по тем данным, что есть у меня рабочее движение на Урале в Пикамье в 18-м году в зеленом отмечены забастовки часть из них политические, часть нет а красное, но самое интересное пламя, вот это такой почти окружность это антисоветские восстания вооруженные именно рабочие я отмечал здесь только рабочие главный вывод мой мы видим массовое сопротивление рабочего класса России политики Совнаркома во главе с Лениным причем это проявлялось во всем спектре деятельности от забастовки экономической забастовки до политической организации с програмными целями рабочей конференции, ее полномоченные и до вооруженного восстания с целью свержения власти полный набор в движении участвовало большинство тех самых ленинских фабрично-заводских рабочих которых он считал опорой советской власти и диктатуры пролетариата кадровых рабочих крупных предприятий и городов дальше, самое интересное почему предательство? ну чего я вот прицепился? это не научно ну не научно, ну кто-то говорит значит, есть статья Морозова и Морозовой на сайте социалисты и анархисты после октября 17-го года есть такой сайт у Мемориала, как я понимаю статья называется «Границы и трактовки предательства в российской революционной субкультуре» очень вам рекомендую очень интересная статья и я очень рад, что специалисты начали наконец действительно заниматься различными аспектами революционного правосознания было такое революционная законность все, наверное, слышали все интересуются историей и вот революционное правосознание и, собственно, в этой статье масса интересных спасибо, я заканчиваю уже скоро осталось значит, там есть несколько интересных очень эпизодов и в частности самый любопытный это процесс судебный процесс над Центральным комитетом партии СРФ 22-го года где большевики пытаются значит, обвинить СРФ это главная политическая задача была этого процесса обвинить их в предательстве революции рабочего класса и крестьянства а подсудимые СРФ обвиняют большевиков в провокации а также свидетелей от партии СРФ бывших которые там чекисты были выставлены в виде обвинительных их обвиняют в предательстве то есть, вот эта тема верности и предательства идеалам, социализму революции рабочему классу и так далее она была необычайно актуальна для революционной среды и естественно, что значит, большевики также были, естественно, озабочены вот я тут за последние месяцы там, октябрь 17-го начало 18-го года Артем пишет статью «Лугуны и предатели» это не полное название но, значит, присутствует Зеленогов рассказывает об СРФ, которые как предстоят оборонцы Сталин говорит о штрейкбрейхерах революции и ее организации говорит о переговорах Украинской Рады брестских переговорах как изменнических переговорах Троцкий тоже говорит об изменнической политике сам Ленин в тезисах посвященных тезисах заключения анонсионистского брестского мира в которых он объяснял почему надо все-таки его заключить он там обсуждал этот вопрос он говорил мы не предатели мы не признаем мы не признаем предательство но в некоторых местах он все-таки иногда проговаривается и вот в речи в своем в ЦК 8 января 18 года он в частности говорит подписывая мир мы, конечно, предаем самоопределившуюся Польшу но мы сохраняем социалистическую истлянскую республику то есть факт самоопределившейся Польши буржуазное правительство но факт предательства он признает то что же сказать про социалистическую истлянью которую он предал двумя месяцами позже которую он отдал немцам что сказать про Финляндию социалистическую которую он точно так же отдал немцам про Украину и так далее кстати, по этот же разговор у Троцкого в его работе о Ленине есть такая цитата очень будет жаль пожертвовать социалистической Эстонии но уж придется, пожалуй ради доброго мира пойти на этот компромисс хотя Троцкий как предатель может быть врет ну и наконец предательство кого и чего я делаю рабочий вывод из своего небольшого исследования и своего доклада во-первых я подозреваю что это было предательство арбейский миф заключение его с Наркомом было предательством рабочего класса Советской России почему? потому что это было нарушение его явно выраженной воли и подавление его протестов почему предательство рабочего класса Советских Республик Донбасс, Закавказье, Таврида Украина, Финляндия потому что они были брошены в одиночестве в их борьбе и были разгромлены центральными державами почему это было самое интересное почему это было предательство рабочего класса Антанты и центральных держав потому что одной из сторон воюющих были переданы гигантские ресурсы и именно это продлило мировую войну и именно это повлекло сотни тысяч новых жертв и последнее почему это было предательство теоретических установок большевистской партии потому что это была власть борьба против того самого класса от чего имени большевистская партия пришла к власть Спасибо за внимание